Плохотнюк, которого называют главным получателем этих денег. Вот он вчера, я читал, пишет статью в американском журнале, что Молдова должна вступить в Европейский Союз. И если Запад не поддержит Молдову, вернее, эту власть, эту воровскую власть, то тогда Россия здесь все захватит, и это будет чуть ли не трагедия. То есть они несут вот эту чушь, пугают этих американцев, европейцев, что сюда придет Россия. Во-первых, Молдову в Европейский Союз никто никогда не возьмет, это, по-моему, уже последние дети, уже понимают это в школе. Но то, что они пугают всех, что придут русские танки, что Россия тут все захватит, ну, это просто неприемлемо, это просто преступление с их стороны. Потому что сейчас они сделали такой крен в сторону Запада. Они дружат с Америкой, дружат с Европой. Ну, дружить надо со всеми. Но дело в том, что они дружат с ними против России. Отношения с Россией ухудшились. Плохие отношения с Россией. Мы сейчас выступаем, ну, вообще, чтобы на этих президентских выборах мы не говорили о каких-то геополитических векторах. Потому что этим спекулируют. Вот Плохотнюк и его компания спекулируют тем, что надо якобы идти в Европу. Мы выступаем за то, чтобы выровнять отношения, то есть не портить отношения ни с Америкой, ни с Европой, ни с Румынией. То есть нормальные государства, нормальные народы. Ну, восстановить нормальные отношения с Россией. Дружить со всеми. Но заниматься прежде всего наведением порядка у нас дома здесь, в Молдове. То есть прежде всего навести порядок, законность восстановить, посадить вот тех, кто сейчас у власти. Место Плохотнюка и всех его приспешников, оно в тюрьме. И мы точно добьемся, чтобы они сидели там, где им положено, в тюрьме. Вернуть миллиард. То есть все знают, кто украл этот миллиард, куда он нашел. Его можно вернуть. Но просто этим никто не занимается.